Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Неформат с Михаилом Задорновым на Юмор.ФМ Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница, 3 часа дня по Москве. Я рад приветствовать всех, кто слушает сейчас радиостанцию Юмор.ФМ, потому что в эфире программа Неформат. Та, которую вы очень долго ждали и наконец-то дождались. Автор ведущей этой программы Михаил Задорнов уже в студии, Михаил Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Я тоже вас всех приветствую. У нас был небольшой перерыв, мы снова с вами в эфире. Михаил Задорнов, помогаю вести программу Я. Меня зовут Максим Заберин, я продюсер радиостанции Юмор.ФМ. Принимаем ваши звонки на 0731, ваши смс на 8870. Постараемся ответить на максимальное количество. И сейчас у нас традиционно, хотя забыл еще сказать пару слов о том, что у нас есть трансляция на сайте, вы можете нас видеть прямо сейчас в интернете, на сайте Юмор.ФМ, веселая.Радио.Ру. И традиционно мы начинаем нашу программу с того, что Михаил Николаевич достает из своей папки некоторые наблюдения, которые он почерпнул из своей творческой командировки. Ну, даже я бы сказал так, нет, это я достал свои записи, которыми я позже поделюсь, а впечатления у меня в голове, я нигде еще пока даже не записывал впечатления о своем путешествии последнем. У меня последние две недели прошли в путешествии по российским городам. Я был в гастролях, я говорил в прошлой нашей передаче, что я хотел собрать деньги. Причем, интересно, я начинал свои концерты так, знаете, зачем я к вам приехал? Заработать денег. И весь зал кричал, ура! А им даже не важно на что. Вот человек впервые взял и признался, я приехал заработать денег. Но потом я им объяснял, что я хочу снять документальный фильм об истории Руси, и не хочу зависеть ни от каких спонсоров, я об этом говорил в прошлый раз в нашей с вами передаче, в нашем неформате прошлом, что я не хочу зависеть от спонсоров, как зависел Смирнов, который снимал фильм «Жила-была одна баба». Должен сказать, что с нами, вот с вами и со мной, и с нашей радиостанцией, в принципе, согласна почти вся Россия, что это отвратительный фильм, что это унижение России, что смотреть это не надо. Более того, большинство и не досматривает, даже до 30 минут не смотрит этот фильм, что есть хороший симптом. И вообще, в этой поездке я, да, я собрал деньги на фильм документальный о России, посвященный приходу Рюрика с братьями на Русь, или, как правильно говорить, приходу Рарога на Русь, по-славянски звучало таковое имя. Ну, знаете, Максим, что мне понравилось в этой поездке? Россия оживает. Оживает она не за счет политиков, юристов и экономистов, а за счет множества очень интересных, простых людей. Вот первый город, в котором я был, Тюмень, я был в нем первый раз, извините, в 1976 году. Конечно, с тех пор Тюмень, прямо скажем, изменилась и в лучшую сторону. Конечно, я бывал и в другие годы в Тюмени, но Тюмень раньше это был, знаете, вот если такой образ, черно-белый город, в черно-белом цвете, сегодня она, как раскрасили ее, как будто вот есть такие, знаете, в мурзилках раньше, в детских журналах, раскрась. Вот ощущение, что дети Тюмень раскрасили. И должен тут сказать добрый славоватриш нашего, я не хочу говорить слово мэра, потому что мэр, мр, это всегда со смертью, мрак, мразь, мороз, всегда что-то мурашки, всегда гадость мэр. Поэтому мэр, слово нехорошее, глава города. Вот наш сегодняшний глава города, он же Тюмень преобразил. Интересно, что когда я в Тюмень приехал 10 лет назад, я был удивлен тому, как преображается Тюмень. И мне сказали, у нас новый глава города, назвали Собянином, никто его не знал тогда. И я говорю, надо же, вот бы нам в Москву его. Надо же, накаркал прямо, скажем. И мне в этот раз припомнили. А первый раз я в Тюмени выступал в 76-м году, когда был членом агитбригады на комвольно-суконом комбинате. Конечно, все производство не оживает, но потихоньку. Но потихоньку. Потом из Тюмени я переехал в Екатеринбург. Максим, красивый город. Мы вот живем в Москве, говорим, наша Москва красивая. Ребята, вы Екатеринбург не видели? Очень красивый город. И я там жил в гостинице Хаят. Я вам скажу, что я в Хаяте часто останавливался, когда меня, пока меня пускали в Америку, в Америке. Так вот, Хаят в Екатеринбурге лучше, чем в Сан-Франциско. Я торчал там на 20-м этаже. Фитнес, извините за иностранные слова. Ну, ладно, в спортзале. Некоторые не знают, что это значит. Фитнес-клуб. Это в переводе на русский означает. И, знаете, так красиво. Но это красивее, чем над Калифорнийским заливом жить. Но вот тут такое наблюдение. Руководят всем в этой гостинице распоряжаются три тупых, наитупейших американца. И поэтому там порядок. Потому что они тупо знают. Вот воровать нельзя. Это должно быть так. На шведском столе должны вот тут чернослив лежать, тут орешки, тут джемы. И все по американской тупейшей форме. Но работает. Иногда должны быть тупые американцы. Стоять во главе умных славян. Потому что славяне слишком умные. И здорово. Я потрясен тем, как Екатеринбург оживает. Но интересно, ко мне подошел один охранник. Такой, знаете, бычара. Такой, шея, как пень сосновый. И говорит мне, мы возрождаем благодаря вам. Благодаря и вам тоже. И спасибо вам большое. Мы возрождаем славянскую культуру. Я смотрю на него внимательно. Я так не вижу в его облике. Кроме доверяющих мне глаз. Желание возродить славянскую культуру. Я его спрашиваю. Скажите, а в чем это? В чем? Ну, это подарок для нашей передачи. Он мне отвечает. Помните, что он сказал? Да? Славянскую культуру возрождаем. Мы устраиваем региональные стенка на стенку. Я говорю, ты понимаешь, что ты мне сейчас подарок сделал? Это у него ощущение. Я говорю, ты хоть культуру слова не говори. А как? Он спрашивает. Я говорю, ну, традиции там тоже плохое слово. Что, у нас других традиций нет культуры? Региональная стенка на стенку. Гениально. Но, вот, теперь о грустном. В Екатеринбурге течет река. Я спросил, из 15 человек только 10 знали из молодежи, как она называется. Река в родном городе. Я спросил у пятерых официантов, куда впадает река. Никто не знает. Представляете, вялость мозга наша, если молодежь даже не поинтересуется, куда впадает река. Одна сказала, четко, никуда не впадает, ответила она. Я говорю, подожди, родная, ты воду пьешь? Она говорит, да. Я говорю, в туалет ходишь после этого? Да. Почки работают, работают. А река как же? Ей же тоже надо вытечь куда-то. Она очень задумалась, пошла совещаться на кухню с кем-то. Ощущение мое, оживает жизнь в России. Не надо считать, что она только существует в Москве. Москва вообще не русский город. Мы это прекрасно понимаем. В России есть хорошие перемены. Я очень доволен этой поездкой. Переехал я в Ижевск. В Ижевске, Максим, набережная гораздо красивее, чем в Каннах и в Ницце. Озеро потрясающе сделано. И они тоже говорят, у нас не президент Удмуртии, а глава Удмуртии. Вот эти гадкие слова, может быть даже наша с вами в этом есть заслуга, и моих концертов, начинает уходить из речи русских интеллигентных людей. Они любят главу своей республики. И он заботится. Построили музей Калашникова. Грандиозный музей. Ведь действительно самая популярная в мире фамилия из Удмуртии. Из Ижевска. Это Калашников. Гагарин на втором месте по опросу идет, между прочим. И там в Удмуртии, ну конечно сегодня еще Бурановские бабушки оттуда. Ну там проблемы. Одну из них вы знаете. Я говорил в прошлый раз, не пускают на Евровидение муж. Говорит, ты мне опять туда Киркоров поедет, измерять будешь. Изменять будешь. Так Киркоров прямую не называют, конечно. Но опасаются даже присутствия Решка. Мне показалось, что Ижевск. Не показалось. Уже Ижевск тоже расцветает. Там один из лучших цирков в мире построен. Это потрясающе. Никто же об этом не знает. Забота о детях проявляется. Мы не знаем. Журналисты стараются гнать гадость в новостях. А вот об этом почему не говорят. И я переезжая из Ижевска, проезжал мимо одного города и говорю, это что за город такой? Это что за благодать Божья по земле этого города разлилась? Озерцо такое. Мне говорят, это город Воткинс. Я вышел, гуляю по берегу. Играют дети, бегают крестьянские. Максим, у нас сохранились приличные дети. Они бегают, играют, какие-то самолетики запускают. И представляете, я так хожу, думаю о вечном по берегу озера. И вдруг они ко мне подвигают и говорят, дядя, пойдем с нами побегаем. Что вы тут так печально ходите? Они с меня не узнали? Им меня жалко стало, что я вот хожу, думаю о вечном. Все не так плохо. Оказалось, это непростой город. Я, оказалось, к моему стыду не знал. Там родился Чайковский. Там потрясающий уход за этой усадьбой. Туда приезжают выступать Табаков, Мацуев, Башмет. В какой-то город Воткинск, который, да, толком русские люди даже не знают где. Даже я это не знал. Ну, мне дают знак, показывают, что пора к рекламе переходить после города Воткинска. Немножко хлебнем рекламе, а потом я продолжу снова о хорошем. Продолжается программа «Неформат» в эфире радиостанции «Юмор.ФМ», «Неформат» с Михаилом Задорновым. Мы не объявляли еще ни о каком конкурсе, ни о том, что традиционно мы проводим... А уже насыпалось. А уже насыпалось, да. Я просто хочу сказать, что, друзья, конечно же, по традиции, все ваши наблюдения о каких-то странных надписях, названиях присылайте к нам. Мы с удовольствием их зачитаем. А лидерам голосования мы вручим подарки от Михаила Задорнова книги с подписью. Вообще, Максим, вот в этом путешествии, я понял, нас очень многие слышат с вами. Ко мне подходили за кулисы и говорили, а я вам послал там какую-то маляву там или еще что-то. А почему вы меня не наградили? Уже претензии начались. Просто послал, уже ждет подарка. Нет, только за лучшие, друзья мои. Я, да, хочу зачитать несколько сообщений. Оставим чуть попозже те, о которых мы говорили сейчас. Михаил Николаевич, вот в рубрику «Вне конкурса» прислалось следующее сообщение. Михаил Николаевич, как вы относитесь к КПРФ и за кого вы голосовали на выборах в Госдуму? С уважением, Новозыпковский райком КПРФ. А это прям так подпись, да, личная такая. Я уже много раз говорил, я давно не хожу на голосование, потому что я знаю мудрость одну. Голосуй, не голосуй, дальше народ может продолжить сам. И потому что я много раз голосую, чувствовал себя потом каким-то дурачком, которого обманули. КПРФ, я вообще к коммунистической партии сейчас отношусь с уважением. Во-первых, коммунисты даже в советское время меня не обманывали, я коммунистом не был. Меня просили подступить в партию, поскольку я был режиссером, но надо было как-то командовать и иметь на меня давление. Ну, я в смысле режиссером самодельницы был. А я говорил, я верю в Бога, от меня все сразу шарахались. Короче, меня в партию так и... Закрывались партбилетами. Закрывали, ой-ой-ой, и тут же крестились партбилетом, открещивались вот от меня. Открещивались партбилетами. Они говорили, вот мы знали, что они не заманывали меня все время, не лицемерили. Да, мы играли в эту игру и все. И среди коммунистов я знал гораздо больше честных людей, чем сегодня среди демократов. Среди демократов мне их выискивать надо, они есть, бесспорно. Но демократы меня и... Короче, вот, вот, сейчас. Коммунисты меня не обманывали, я им не верил. Ах, демократам я верил, они меня обманули. Вот почему я негодую при их упоминании. Друзья мои, но тем не менее, я не голосовал. Да и слово голосование я расшифровывал еще в конце 89-го года. Это голосование. Это не самый лучший проект. Да еще в урну. Все слова жуткие связаны с этим процессом. Да представьте, сейчас она еще и прозрачная. То есть весь процесс... Прозрачная, все видно. Это с тем же успехом, вот эта песня. Прилетит к вам волшебник в голубом вертолете. Это вот можно верить, что он прилетит лучше. Хорошо, если не голубой волшебник еще прилетит, уже будет хорошо. Что там еще? Какие вопросики? Вопрос о доверии. Здравствуйте, Юмор. Здравствуйте, Михаил Николаевич. Вы разбираетесь в народностях. О как. Я чуваш. О как. Плохо, что я не знаю, откуда пошла эта нация. Ничего себе. Спасибо, если расскажете. Вот она степень доверия ко мне, да. Какому ученому, историку или, да, или лингвисту напишут такое письмо, мол, расскажите, я чува... Чуть не сказал чувак. Я чуваш. Откуда есть посла земля чувашская? Ну, друзья мои, вот нет у меня ответа на... С юмором отвечать я не хочу, потому что это трогательная нация такая. Но я, честно говоря, не знаю, я буду изучать вашу историю, обещаю в одном из блогов живого журнала потом рассказать историю чувашии. Но мне лестно слышать такие вопросы, правда. Да, молодец, чуваш. Хорошо, у нас есть традиционная наша новость недели. Я думаю, что отталкиваясь от нее, вы сказали по поводу демократов. Есть не только люди, которые довольны ими, которые выискивают приличных людей среди демократов. Есть люди, которые ими недовольны. Их не очень много, но, тем не менее, они решили в Москве собрать марш миллионов. Давайте послушаем об этом. Новость недели. В Москве согласовали марш миллионов. Мэрия Москвы согласовала оппозиционные шествия и митинг оппозиции 6 мая. Заявлено участие 5000 человек. Шествие пройдет по улице Якиманка, а затем состоится митинг на Болотной площади. Все это будет продолжаться с 4 часов дня до половины восьмого вечера. Напомню, 3 мая власти разрешили организаторам провести акцию 6 числа на Болотной, но маршрут шествия и время его проведения были неизвестны. Изначально марш миллиона, акцию также называют народным маршем, предполагалось провести по Тверской улице и завершить митингом на Манежной площади. Однако московские чиновники отказались согласовать этот маршрут, сославшись на то, что шествие по Тверской помешает репетициям парада 9 мая. Михаил Николаевич, у меня такое ощущение, что это все на правах рекламы прошло. Никто не знал о марше миллионов. Максим, я только сейчас об этом подумал, что это скрытая реклама. И марш миллионов для меня это марш олигархов. Миллионы, если это в бабках исчислять, вам кто-то проплатил эту новость. Вы сейчас отрекламировали марш миллион. Вы понимаете, что вы сейчас сделали? Ну что, вот скучно жить славянам, хочется помаршировать куда-то. Я сам не пойду, я участвовать в этом не буду. Почему? Максим, я много раз говорил, вы что хотите? Вы что требуете? Вы скажите мне, что вы хотите улучшить? Вы хотите просто, чтобы поменялась власть? Кто сказал, что тех, кого вы приведете, будете лучше? Я не фан нашей власти, вы прекрасно знаете это. Я говорю об этом открыто со сцены. Но я говорю, что мне не нравится? А вы говорите, результаты выборов пересмотреть. И что? Снова деньги, снова пересмотреть. Ребят, ну это нереально, и это не нужно. Вы почему, если марш миллионов сейчас скажет, мы хотим, чтобы было улучшено образование, и чтобы немедленно все расформировали, министерство, минобразин расформировали, во главе с тем, кто профусил наше образование, вот тогда я пойду. Но вы конкретно укажите, скажите, мы хотим, мы марш миллионов хотим, чтобы на земле не мусорили, и мы хотим по всей земле нашей российской прибрать леса, поля, полянки, реки. Вот я тогда пойду. Отчего вы, скажите конкретно, что вы хотите? Нет, я с таким просто маршем недовольных, я не согласен. Я хочу конкретно сказать. Когда я вижу, что пишут в письменной работе, вот вы мне показали, сейчас нам прислали письмо, пример об образовании молодежи, когда было написано в письменной работе отличника ЕГЭ, что скорость света в степи в два раза меньше. Нормально? Ребят, а вы марш просто вот недовольных. Недовольные – это скалярная величина, а мне нужен вектор этой энергии. И недовольство – это энергия, а вы направьте ее куда-нибудь. И направьте по вектору нашинскому, а не организму. Я, возвращаясь к твоему путешествию, я видел много людей, которые… Вот Казань – город. Вы знаете, к сожалению, наши славяне в Казани в массе своей работают хуже, чем татары. Вот татарин носильщик, он обязательно трезвый, он донесет ваши вещи, возьмет четко по тарифу, как написано. Как в Москве на вокзале славянин носильщик, он пьяный обязательно. Татары очень следят за своим. Какой красивый город Казань, какой Кремль, а эта мечеть, какая красотень. Я таких красивых мечетей не видел. Знаете, вот я человек, который признает любые религии, знает, что Бог один, имена разные. Я был в татарской мечети одной, присел и заснул. Там спокойно и хорошо. Там нет суеты, там никто не выклянчивает ни у кого ничего. Я был в Нижнем Новгороде. Очень интересный город. Тоже преображается на глазах. И знаете, в Нижнем Новгороде ко мне подошел пророк. Ко мне интересен, ко мне пророки приходят теперь на концерт и говорят, вы там про Юмори ФМ много говорите, про эзотерику. Я не говорю ни про какую эзотерику. Ко мне часто приходят и говорят, я пророк. Я говорю, в чем дело? Я-то при чем? У меня учеников нет. Я говорю, ты какой пророк, если у тебя учеников нет? В Нижнем Новгороде ко мне пришел человек один и сказал, нам обязательно, у меня было из астрала видение. Мы должны с вами непременно увидеться. Я говорю, а почему непременно? Он говорит, я четыре года из астрала руковожу вами. Это он мне заявил. Я его послал в Астрал, но чисто российским маршрутом. Сказал, что он астралопитек после таких заявлений. В общем, как вы понимаете, я не... Максим, во всех городах, не поверите, тайские и балийские массажи. И я во всех городах, даже в набережных Челнах принимал тайские массажи. Вы можете себе представить, почему я не могу больше у славян, у русских принимать массажи? Русские женщины рассказывают о своей... Они массируют массажи, рассказывают, как у них плохо дома, как дети плохо учатся. Я у одной принимал, это невозможно. Я нахлебался, и ее негатива, как теперь говорят, ее отрицательной энергии, по самое неболусь, я нахлебался. Я могу продолжать долго рассказывать о своей поездке. Вернемся к этому, да? Потому что вам пора уже... Нам уже пора послушать... Реклама! Форматная реклама в неформатной передаче. Программа «Неформат» продолжается в эфире радиостанции ЮМРФМ. В прямом эфире подчеркиваю. Можете звонить 0731, либо отправляйте ваши сообщения на 8870. Нас можно также видеть на сайте веселаярадио.ру. Мы подводим итоги недели. И я предлагаю сейчас поговорить немножко о первомайских демонстрациях. Ну, я только, наверное, подведу итог этому путешествию. Знаете, вот так ездишь по России и делаешь, по-моему, правильный вывод. Чем дальше от Москвы, тем больше приличных людей. Тем больше интересных людей. Тем больше каких-то светло-ауровых людей. И я поэтому буду ездить по России еще долго, чтобы не впасть в безнадегу, живя в наших московских пробках, в нашей суете, где родничок затягивается, и перестаешь слышать правду. Невольно попадаешь в кривду. А там еще многие люди знают, что такое правда. И мне повезло, что у меня есть гастроли. Давайте перейдем к нашим следующим темам. Да, я просто развиваю вашу мысль о том, что чем дальше от Москвы, тем больше приличных людей. И, собственно, возвращаясь обратно в Москву, теперь подумаем о том, чем занимаются остальные люди. Да, да, Максим, простите. Очень интересное наблюдение, связанное с Татарстаном сегодня. Вот когда говорят о татарской Орде. Простите, сейчас вернемся. Я просто вспомнил, что это я обязан просто сказать. Интересно, что вот эта история вся, связанная с Ордой, она преподнесена тоже искривленно в учебниках. Мол, нас гнобили, чмырили. Не совсем так. Перед тем, как Орда пришла на Русь, наши князья устроили черти что. Они стали подражать все Византии, то есть торговать, воровать, обкрадывать народ стали. И вдруг приходит Орда, монголов там было 10%. Остальное были собраны народы. И вдруг она приводит в порядок всю Русь. Русь собирается в единый кулак. У меня ощущение, что это не кара. Что это такое подсобили Руси встать на правильный путь. Причем никто не... Не было таких зверств. Но самое интересное, первое, что было уничтожено Ордой, Орда вообще от слова порядок. В ряд стояли юрты, и поэтому в ряд превратилось слово Орда. И что интересно, первое, что уничтожили, ростовщичество запретили татары. То есть торгашество запретили. И запретили хождение стекляшек как монет. То есть в первую очередь вернули к природе, попытались вернуть, к природе естеству Русь вернуть. И между прочим, Русь собралась. И Русь стала мощной. А до этого что такое? Все разросленно жили по своим норкам. Интересно, что стеклодубное мастерство, оказывается, было на Руси развито раньше, чем в мире вообще. И Орда уничтожила стеклодубные мастерские. Все! И вот что интересно. Перестало существовать стекло, потом стали делать позже уже на Руси. А где появилось? Причем чуть ли не год, столетие в столетие. Знаете где? В Венеции. Оказалось, у татар были венецианские инструкторы. А Венеция называлась Веденец. И с тех пор Венеция стала строиться между прочим. То есть там какие-то агенты влияния были, я не знаю. Но Венеция стала строиться на нашей лиственнице. И до сих пор она стоит на российской лиственнице. Которая не гнёт она. И вот такая дружба тогда начала. Это так, я для затравочки. Я не уверен, что всё, что я говорю, правда. Но это интересно. Так вот, Орда брала с Руси десятину, 10% налог за то, что будет держать в порядке князьков из тех, кто грязи в князе. А что Москва сегодня делает? 80% берётся в Союз Руси. Друзья мои, Москва сегодня хуже Орды. Простите. Вернёмся в Москву на этой позитивной ноте. Кстати, на этой обнадёживающей ноте, проценте обнадёживающей. Да, простите. Приличные люди в Москве провели различного рода шествия, митинги и демонстрации на 1 мая. Хотел бы поговорить об этом немного, узнать ваше мнение. Итак, «Единая Россия» считает первомайские акции свидетельством поддержки Путина и Медведева. Так вот, люди не стесняются выходить на улицах, выражать свою позицию, солидарно с теми инициативами, которые предлагает Владимир Путин, Дмитрий Медведев. Сегодня у тех, кто пришёл на первомайскую демонстрацию в Москве, была возможность пообщаться с Владимиром Владимировичем, и Дмитрием Анатольевичем, заявил во вторник секретарь президиума Генсовета «Единой России» Сергей Неверов. Его цитирует сайт партии. А у него хорошая Неверов фамилия. Можно поверить ему. Да. Но не это стало главным событием. То, что можно было познакомиться и пообщаться с обоими представителями нашей высшей власти, но и то, в чём они были одеты. Кто? А, тандем? Да. Ну, Владимир Путин был одет традиционно неброско, аккуратно. Дмитрий Медведев пришёл в белом плаще. Или в белом пальто. Молодец. Вот молодец. Это его белый плащ взорвал интернет-сообщество. Появилось огромное количество комментариев, почему Дмитрий Медведев в белом плаще. До сих пор лучшие умы современности ломают голову. Почему же он в белом плаще? Есть две самые распространённые версии. Первое заключается в том, что белый плащ обречён стать модным трендом сезона. Причём как среди мужчин, так и среди женщин. До сих пор, правда, остаётся неясным, какой именно бренд нёс на себе Дмитрий Анатольевич. И развернулась нешуточная борьба между владельцами домов моды, которые говорят, что это был мой плащ, нет, это был мой плащ и так далее. Всё до сих пор остаётся загадкой. А спорят дизайнеры мирового уровня или на уровне Юдашкиных? Ну, Юдашкин — это мировой уровень. А, да, извините, извините, да. Ну, короче, вот все они вместе и спорят. Ну, могу назвать две компании, Бербер и Ральф Лорен. Или Лорен. К сожалению, не очень сильно знаком с трендами мировой моды. Так вот, они вдвоём спорят. Ну, это подтверждает то, что я говорил раньше, что Медведев не в схеме финансовой был все эти годы. Он настолько любит все технологии новые, айпад, айфоны. Я думаю, ему нефти не налили, газу не подключили. Ему только и остаётся, что раскручивают чей-то тренды. Вообще, президент России, раскручивающий чей-то тренд, это звучит чудовищно. Вообще, это удручает, я вам должен сказать. Хотя, я думаю, что Медведев проводит ещё некоторое время там, наверху, наши властные структуры. Он очень просил его оставить. Как из достоверных источников стало известно, дело в том, что скоро выпускается пятый айфон. И если его оставят на посту, то его пригласят в Америку и подарят пятый айфон. Ему надо обязательно дотерпеть до этого срока. Слушай, ну с белым плащом это точно. Он как парус выглядел. Это дивно. Ну да, в принципе, серые тона, можно себе представить. А мне нравится, там, Вневеров написал, пообщаться с ними мог каждый. Вот это мне очень нравится. Каждый. Ой, замечательно. Но у нас ведь скоро инаугурация. Да, конечно. До инаугурации мы можем быть спокойны. Мы с вами можем говорить всё. А мне, кстати, подходили за кулисы и говорили, вас после инаугурации закроют или нет, вы не знаете? Вопросы были. Наша с вами передача. Но инаугурация, вы знаете, что в Книгу рекордов Гиннесса будет занесена Россия по количеству возвращенных на стены портретов? Я ведь на зал третье пришествие. Знаете, одна фирма выпустила портреты Путина к инаугурации. У них полный провал. Ни один портрет не куплен. Оказывается, у всех было в загашнике. Да, у всех никто не выбрасывал. У всех в закровах. Более того, Медведевские не выбрасывают сейчас. Поэтому я этой фирме посоветовал делать двухсторонние портреты сразу. Даже не надо никуда. Просто перевернул и всё. Всё и нормально, ребят. Для чиновников, для Единой России, двухсторонние портреты Путин-Медведев. Медвепут. Да, ребята, внимание, не выбрасывайте белые плащи. Белые плащи на инаугурацию, наверное. Михаил Голос, у нас есть звонок. А это куклус-клан вообще. Нет, не от них. Звонок не от них. Олеся, здравствуйте. Олеся. Олеся. Алло. Алло. О, Олеся. Нормальный голос у Олеси. Это не Олеся. Нет, это не Олеся. Да, точнее, не Олеся. Это не Олеся, это Максим. Максим, ну, собственно, есть разница. Да, ну, небольшая. Но это не певица, Максим? Нет, не певица. Да, Максим слушай. Михаил Николаевич, очень приятно с вами в прямом эфире пообщаться. Очень вас уважаю, ценю за ваши всё-таки иногда порой откровенные высказывания. Да, иногда, но вы всё равно не всегда можете откровенно поговорить. Вы знаете, вопрос такой вот, на вашем сайте, там есть такой раздел, что почитать, что посмотреть. Я вот недавно прочитал «Волчья хватка» и «Сокровища валькирии». Да. Вот вообще это просто книги, которые переворачивают сознание. Правильно, эти книги были написаны в 90-е годы моим другом Серёжей Алексеевым для того, чтобы вернуть веру людям в себя, в свои силы, не мистификация. И я действительно людям говорю, если вы себя совсем плохо духовно чувствуете, почитайте эти книги. Вы очень хорошие сейчас слова сказали. Максим. Да, понимаете, какая ситуация? Я вот врачом работаю просто в городе Кургане. И как бы я считаю, что эти книги надо рекламировать, надо их, чтобы эта масса уходила, масса людей. И я хотел вопрос задать-то по поводу вот того, что там написано. Это правда? Это реальный событий? Или это всё-таки вымысел? Хорошо. Максим, этот вопрос, все, кто читали эти книги, задают мне один и тот же вопрос. Ну, может, не так конкретно, спрашивай так, что из этого правда? Максим, там всё правда. Может быть, это правда, просто несколько художественно преподнесена. Но я таких женщин, которые называют Алексеев дары или там карны, я таких встречал в жизни. И таких же гоев встречал, и изгоев встречал. И более того, я знаю людей, которые очень много делают для нашей жизни, но остаются неизвестными. Я их встречал среди лесников, встречал даже иногда в правительстве. Вот сидит такой человек, которому надо в судьбе сделать что-то хорошее, и говорит, предмет будет называться природоведение или родная речь. И вдруг маленький чиновник делает что-то очень важное для страны. Смотрите, ведь в советское время они ещё были на местах. А сейчас, почему я так против Министерства образования, потому что их выгоняют отовсюду. А, например, есть такой Михаил Щетинин. Он организовал школу. Ну как, он один из глав, практически вот таковы и герои романов «Сокровище Валькирии». Самые умные дети в России сегодня – выпускники школы Щетинина. А её Минобразин хочет закрыть. А он гениев воспитывает там, причём очень культурный, с хорошими манерами. Мне очень понравился, Максим, ваш вопрос, тем более, что вчера я был в гостях у Сергея Алексеева. И был с Безруковым, Серёжа Безруков, очень удивительно одарённый человек, как актёр. Сам попросил меня свозить к нему его, к Алексееву. И задал тот же вопрос Алексееву. Его жена Ира. Замечательный, светлый человек задал Алексееву тот же вопрос, что задал мне сейчас Максим. Что из этого правда, из того, что вы пишете? Вот, как интересно, вчера только мы были у него и говорили о том же. И вдруг Максим звонит и задаёт такой же вопрос. Хорошо. Здорово. Спасибо, Максим. Мы вернёмся в студию буквально через несколько минут и продолжим программу «Неформат». Дорогие друзья, добрый день и добрый вечер всем, кто слушает сейчас радиостанцию «Юмор.ФМ». Мы продолжаем программу «Неформат». Подводим итоги недели с Михаилом Задорновым. И я хочу лишь напомнить 8870 номер для ваших смс-сообщений. Мы в том числе принимаем различные от вас наблюдения насчёт интересных, на ваш взгляд, рекламных плакатов, счетов, названий фирм и организаций. А сейчас я передаю слово Михаилу Николаевичу, потому что есть ещё о чём сказать. Да, я хочу закончить эту тему. Вчера действительно был чудный день. У меня мы с Сергеем Безруком, с его женой, поехали с семьями в гости к Сергею Алексееву, к писателю, о котором спросил Максим. Сидели у костра, разговаривали. Мы проговорили, не объедаясь, без выпивки. Вот, славяне, слышите? Мы, славяне, без выпивки, не объедаясь, проговорили часов в восемь. Конечно, Серёжа Безруков может быть примером для многих сегодня нас, славян. Он очень работоспособный человек. И он вчера предложил нам вместе всем поехать к Щетинину в гости в эту школу, где Щетинин воспитывает ту молодёжь, которая должна стать основой нашей будущей светлой России. И мы позвонили Щетинину, он очень обрадовался и сказал, приезжайте в конце августа, когда клещей уже не будет, а то я за вас не ручаюсь. И мы договорились поехать все вместе. Вообще, Серёжа вчера, закончить надо вот чем. Спрашивает Максим, почему не рекламируются книги? Нет, они рекламируются, но Максим, дорогой, и все остальные, очень трудно читать книги. Сейчас вышла моя новая книга, называется «Записки усталого романтика». Но вчера без рукав посмотрел и говорит, ты не усталый романтик, сказал он мне. Ты как был, так и остался романтик. Да, это немножко ёрничество над самим собой, название этой книги. Она пошла очень хорошо в продажу, но она стоит, Максим, 600 рублей. Кто может её купить из молодых? Но там фотографии, там интересное прошлое наше, светлое прошлое. А в интернете её вариант будет без фотографий выложен, без картинок. И как? Практически молодёжь не может в массе своей читать, так как мы читали, брали книжку за 70 копеек и прочитывали её, а потом на кухне обсуждали. Сегодня книги – это бизнес, которым руководят бессовестнейшие коммерсанты на свете. Они, ведь я же уличил в продаже 100 тысяч лишних экземпляров моей книги, за которые мне не заплатили. А каждая книга ещё по 600 рублей. К чему я это говорю? Вчера, возвращаясь с Безрукова, Безруков нам признался, что он играл Высоцкого. Осталось только Путину признаться, что он управлял последние 4 года. Взять пример с Безрукова. Простите за такой неожиданный выверт этой темы под конец. Михаил Николаевич, у меня есть предложение. Давайте, чтобы немножко подзадорить наших слушателей. Прошу прощения за такой каламбур. Ничего, я скреплю. Зачитаем несколько сообщений с нашего смс-портала 8870. Итак. Это присланные наблюдашки от наших слушателей. Ну что, я начну или вы? Давайте вы, да. Вот знаете, что мне понравилось? В одной из поликлиник Подмосковья, ну сейчас это будет исправлено, потому что там Шойго будет, он проверит всё это. В туалете на бачке написано для слива воды. Вот это я люблю. Кнопку не нажимать. Извините. Для слива воды кнопку крупно надо нажимать. В скобках. А не вытаскивать. И не уносить с собой. Не уносить с собой, не выворачивать. Нам надо дописать. Кто это писал? Если слышите нас, допишите, не выворачивать, не утаскивать, не продавать на птичьем рынке и так далее. Хороший, это претендует на приз. Да, но у нас такой уж, если мы взяли тренд такой туалетного юмора, надпись на магазине сантехники в Подмосковье. На ваше счастье, сантехник придёт только один раз. Это что-то такое эротичное, эротичный фильм какой-то. А это сообщение прочитал в газете объявление. Приглашаем на работу Деда Мороза и Снегурачку. Любители и профессионалов. Профессионалов, прошу не беспокоить. Наспар писал молодой. Я сразу узнаю, когда ко мне приходят письма молодых авторов этих писем. Все с ошибками. Но ошибки роскошные. Я же, по-моему, говорил, повторюсь, но это имеет право быть повторённым. Слово «борщ» четыре ошибки допустило. Через «п» два «ща» и мягкий знак. Сейчас два «ща» вообще произнести нельзя? «ща» с мягким знаком нельзя произнести? А два «ща» с мягким знаком вообще невозможно. Я одному говорю, смотри, а другая написала, мужчина по расчёту. Два «ща» в мужчине и два «ща» в расчёте. И одному «перцу» молодому говорю, смотри, твое поколение, два «ща» там, два «ща». Идиоты, там одно «ща» и в первом слове, и в другом. Ну, что там у вас ещё? «Российская газета, первая страница, слушатели и читатели присылают нам. Раньше на 1 мая Ленин носил с рабочими бревно, сейчас два президента пьют пиво». Да, подпись под фотографией. Класс. Это их субботник. Да. 1 мая вообще, я не хотел говорить, но, кажется, скажу. Вы знаете, что такое 1 мая вообще? Издревле идёт откуда? Ну, пролетария, это я понимаю. Ну, только курица хромая мне известно. А, 1 мая курица хромая, это мы пели, да. Нет, это вальпургевая ночь. Это шабаш. Вообще-то. Ну, это сейчас к нам не имеет отношения, конечно, бесспорно, нет. Но просто в древности это было так. Так, именно в эту ночь, некоторые считали, что есть 32 мая, и что вот именно это и есть вальпургевая ночь. Ну, что, мы зачитали. Вот. Гусь хрустальный, сауна, ботаник. Ну, у меня тема та же. Безграмотности молодёжи. Ну, гениально. Через 2С далее будет одно слово написано. Я даже не могу это произнести, это будет неприлично. Гусь хрустальный, сауна, ботаник, трасса на 7-м километре, кафе. Сытый папа. Через 2С, ну это, простите, это запипикивать надо. Ну, это 2С или 2Р, я часто получаю в письмах наоборот. Я в Сори написано через одно С и 2Р. То есть от слова Сори перевели на сегодняшний день. Ну что, все эти наблюдашки имеют право быть награждёнными. Посмотрим, что будет к концу второго часа. В итоге программу мы подведём, конечно, ну, некие результаты и вручим победителям обязательно подарки и призы. Я хотел подвести итог под 1 мая. Очень коротко. В Москве прошёл митинг ЛДПР, который завершился массовой потасовкой. Дело в том, что в завершении акции Владимир Жириновский пообещал, что участники мероприятия получат презенты. Подарком оказался одеколон с надписью «Жириновский», об этом сообщает Интерфакс. Люди практически дрались, чтобы получить его. Многие падали. В происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Ну, видимо, за тем, чтобы получили свою порцию одеколон. Помните, мы в прошлой передаче говорили, весь мир сегодня напоминает сумасшедший дом, где правители выбирали из числа пациентов сами пациенты. Но действительно, это сумасшедший дом. А ЛДПР надо всё-таки не так называть. Давайте мы введём новое название этой партии. ЛДПР. Так будет гораздо... Как же он умеет это всё? Одеколон будет. Причём назвал одеколон. Знаете, чем одеколон от парфюма отличается? Одеколон пили в своё время. Парфюм пить невозможно. Он омерзителен. Я, к сожалению, пробовал одеколон, но не Жириновский одеколон. Я пробовал тройной одеколон когда-то. Его, кто хочет попробовать, не надо разводить на глазах. У осадок ужасно мутный. Что я говорю? Какой кошмар. Ужас. Я рецепт записываю. Рецепт, да, запивайте сразу. А насчёт дрались. Я вам скажу, когда-то Измайлов меня привёл в храм святой воды набрать. Я вспомнил этот случай. И очередь стоит вся. И нас и давятся из-за святой воды. Знаете, там чуть ли не дерутся в этой очереди. И подходит священник, говорит, узнал нас, Измайлов, он говорит, пойдёмте, я вас проведу чёрным ходом. Нормально? В храм чёрным ходом. И говорит, а то наш народ в желании получить благодать задавит любого. Это мне сразу напомнило. Из-за деколона Жириновского, то бишь благодати, люди передрались. Михаил Николаевич, и мы подводим итог этого часа. У меня есть одно сообщение, которое, на мой взгляд, нужно коротко прокомментировать. Я знаю, что вам есть что сказать всегда. Оно не совсем комедийное, прямо скажем. Ну, мы же говорим о серьёзных вещах. Мы говорим, конечно, о серьёзных вещах. Весь интернет буквально сейчас кипит. Потому что все видели этот ролик о том, как у торгового центра Европейский произошла драка. Завели дело о хулиганстве, по сообщению агентства ЛенТару. Так вот, что произошло? Активисты движения «Наши» попытались убедить некую женщину, чтобы она отогнала машину с неположенного места. Дело в том, что они делают такую акцию, называется она «Стоп-хам». И приклеивают на лобовые стёкла автомобилей большие плакаты, которые как бы затрудняют обзор. И на них написано «Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу». Так вот, эта женщина вступила в словесный контакт, конфликт точнее, с активистами. Вскоре к месту инцидента подъехал внедорожник с молодыми людьми. Результатом их появления стала потасовка. Однако подозреваемых в деле пока нет. Сообщалось, что активистам противостояли жена и сын заместителя полпреда Чечни при президенте России Тамерлана Мингаева. После этого появились сообщения, что очень противоречащие друг другу. Что вроде бы это провокация, что на самом деле там ничего не было. Но ролик имел место быть, он есть в интернете, его просмотрели огромное количество людей. И сейчас появились заявления, в том числе и от руководства Чечни, которые предлагают не нагнетать обстановку. Ваше мнение на этот счёт? Первое. То, что наши это делают, мне, честно говоря, нравится. Потому что мне хочется так надавать многим, кто из грязи в князи. И просто мусорит наши дороги, хамит на дорогах. Знаете, я, например, искренне возмущаюсь, когда ездят и включают музыку на полную катушку. Вот едешь, а тебе как долбанёт, у тебя аж пломбы вылетают. Стоит рядом с тобой, вот такая кротай. И вот это, молодцы наши, что они такую акцию придумали. Я бы ещё придумал что-то с теми, кто вот включает музыку. И я им потом подскажу, что надо с ними делать. Ну, что сказать, я не думаю, что это неправильно раздувать национальный конфликт. Хамство интернациональное. То, что жена, вот это Мингаев, то, что жена так ведёт себя, она жена, она крутая, она корчит из себя крутую. Причём тут вообще наши политические отношения. Знаете, в электричке, например, ехала крутая русская баба, Гламурло, со своим бизнес-ледием. Я про бизнес-ледей люблю рассказывать. И бизнес-ледёнок с ней ехал маленький. И он всё время пихал бабушку ногами. Бабушка говорит, перестань, мальчик пачкаешь меня. Маме говорит, сделайте замечание сыночку. А тот говорит, а мама говорит, я своим детям замечания не делаю. Я по западной системе воспитываю детей, ничего им не запрещаю. Встал нормальный пацан, ни из какого, ни из движения наших, соседнего сиденья, ну не купе, но сиденья, да. Подошёл к этой матери, вынул жвачку изо рта, прилепил ей на лоб и сказал, мне тоже родители ничего не запрещали в детстве делать. Вот, это я прочёл честь движения наши, которые открыли недавно в Израиле свой филиал. Называется, так и наши. Я хотел бы просто перерыв на рекламу, но... Вы засмеялись, поэтому перерыв на рекламу. Друзья, продолжается программа Неформат. В эфире радиостанции Юмор.ФМ, прямой эфир. У нас ещё целый час на общение с вами. Мы принимаем ваши звонки на 0731 со всех мобильных 8870. Номер для ваших смс-сообщений стоимость 18 рублей без НДС. Михаил Николаевич, вам слово. Ну, некоторые такие размышлизмы записаны в пути. Киркорова хотят отлучить от церкви. Ну, это несправедливо. Откуда он знал, что выступать в церкви надо акапелло, а не под фанеру? Таймс включил Навального в список ста самых влиятельных людей мира. Наш ответ не заставил себя ждать. Джордж Буш стал человеком года по версии журнала Мурзилка. Ну, конечно, меня поразило, что Мавроди второй раз собрал МММ, пирамида. Ну, глядя на Мавроди, понимаешь, что время не властно над пирамидами. И всё-таки наши люди куда позитивнее и положительнее египтян. Смотрите сами, фараоны строили пирамиды для хорошей загробной жизни, а Мавроди для догробной. И тоже неплохой. Сергей Мавроди пообещал всем абандов-вкладчикам вернуть их деньги. Для этого всем абандов-вкладчикам нужно всего лишь отправить смс со словом «деньги» на короткий номер 4343. На вопрос, почему снова МММ, Мавроди совершенно искренне ответил. Ответил, так я ведь ничего другого не умею. Жалко человека. Только в России бабушки могут одновременно жаловаться на маленькую пенсию и скидываться священнику на новый «Лексус». Понимаете, про что я сказал? Северно-корейские учёные пришли к выводу, что ракета упала их из-за того, что мощности катапульта не хватило для запуска этой ракеты. А Министерство обороны Кореи заявило, что на запусках ракетах они уже собаку съели. Только в России, кстати, о 1 мая, только в России один день труда отмечают тремя днями отдыха. Только в России люди с сомнительным прошлым могут обещать несомнительное будущее. Только в России юристы могут годами рассказывать технарям и гуманитариям о том, как должна расти экономика. Только в России, когда президент меняется, дела передавать не надо. В Кремле заявили, такое, как в Италии, у нас совершенно невозможно, то, что Берлускони платил мафии за безопасность. Это ерунда, прошлый век. Правильно, у нас всё давно по-современному. Мафия платит властям за свою безопасность. Не случайно полиции разрешили не отдавать честь. Знаете, это разрешили не отдавать честь. Да, именно сейчас Росгосстат посчитал, что как раз к концу апреля вся честь полиции уже отдана. Отдавать больше нечего. Теперь Единая Россия стала для Кремля как чемодан без ручки. И тащить неохота, и выбросить жалко. Граждане теперь сами будут выбирать губернаторов. Но мало кто знает, что таких граждан будет только двое. Когда Путин предложил Медведю возглавить Единую Россию, он сам решил довольствоваться обычной Россией. На этом мои сообщения пока закончены. Мы можем перейти к нашим звонкам и ответам на вопросики. Я предлагаю пройтись по некоторым инициативам, которые на этой неделе появились. Так вот, по сообщению агентства Интерфакс, премьер-министр России Владимир Путин прокомментировал отказ некоторых европейских политиков ехать на чемпионат Европы по футболу в связи с делом экс-премьера Украины Юлия Тимошенко. Вы знаете, да, что некоторые чиновники из Бельгии и Франции отказались ехать на чемпионат мира? Да, я слышал об этом. На чемпионат Европы по футболу в Украину. Ну, кроме всего прочего, Владимир Путин заявил еще следующее. Что касается гуманитарной стороны дела, то если Юлия Владимировна посчитает возможным, и если власти Украины, наши украинские партнеры согласятся с этим, мы с удовольствием приняли бы Юлию Владимировну Тимошенко в России для лечения в любое удобное для нее время. Ну, конечно, наши российские целители знают секрет, как уменьшить головную боль Юлии Тимошенко. У нее же она страдает головной болью. Да, ну, тут я их понимаю. Они знают, что надо ослабить косичку. Больше столько ходить, чтобы косой у любого голова заболит. А насчет Украины я вам хочу добавить. Вчера мне интересно историю рассказал Безруков, который снялся в фильме «Матч». И там они делают повязки украинским полицаям из флага национального. И им сделали замечание, мол, у вас перевернуты эти повязки. Желтая полоса должна быть наоборот. Вы вверх ногами повязки повесили. И вот это грандиозно. То есть, так как сегодня флаг выглядит, когда руки поднимают вверх. Руки вверх, поднял руки. И у тебя тогда только эта повязка в правильном расположении цветов находится. Потрясающая история. Фильм, к сожалению, вызвал неодобрение на Украине. И на Западной Украине хотят запретить его показ. Что есть лучшая реклама этому фильму. Он трогательный. Еще одна новость. Сергей Шойгу надеется, что после ухода с поста главы МЧС, ведомство сохранит доверие россиян и не утратит эффективность работы. На одном из последних заседаний он продемонстрировал коллегам хомут, который пообещал надеть на своего преемника. Надеюсь, в самые ближайшие дни вручить его следующему министру. Надеюсь, он ему будет впору. Подчеркнул Шойгу. Мне только остается спросить. Хомут с поводьями? Поводья станутся у Шойгу? Потому что все-таки Путин хозяин Шойги. Значит, поводья должен Шойгу натягивать. Вообще, хомут хорошо бы надеть на всех чиновников. Знаете, у Евтушенко есть строки, за которые меня чуть не выгнали в свое время из Московского авиационного института. Я их читал со сцены. Погляди. Но власть в руках у лицемера. Бациллами начинена, как ненасытная химера. Гораздо хуже, чем чума. Ты открой глаза Черновых. В них погляди. По всей России. На чиновники чиновник, как бацила на бацилле. Это я читал в 70-е годы со сцены. И тогда у меня были неприятности. Если я сейчас буду это читать со сцены, у меня тоже будут неприятности. Все повторится. И там в заключении очень хорошая такая философия. Философия в поэзии. На светильники и гасильники человечество разделено. И светильники, гений все-таки Евтушенко, не примиряются с темнотой в наитемные дни, а гасильники притворяются, что светильники это они. Вот что нам надо сегодня с вами в передаче. Гасильникам гасить оставлять, а светильникам светить, а не менять их местами. Михаил Николаевич, наша традиционная тема. Давайте. Праздники? Нет, не Америка. Не Америки, не праздники. А вот когда нам скажут, нельзя больше после инаугурации ничего говорить, у нас же есть тема с вами, Америка. Мы всегда выкрутимся, будем про них рассказывать. У нас есть звонок из Москвы, давайте послушаем Алексея. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Да, да, слушаем, Алексей. Да, я хотел рассказать историю, которая была там несколько лет назад со мной. Рано утром ехал по дороге и объезжал автобус слева, который от остановки тоже отъезжал. И передо мной перебегает бабушка дорогу, пытаясь ушли на этот автобус. Бьется в угол этого автобуса и падает прямо под колеса. Но автобус я не переехал, ей повезло. Но мы... Вы это веселую историю рассказываете? Нет, это веселая история. Это веселая история. Давайте дальше. Бабушку не переехала, калечила. Мы ее достаем, чтобы посмотреть, если не сломала себе что-то там. Целали она. Она смотрит на нас и спрашивает. Стоян у нас стой уже на ногах. Она спрашивает. Это 165-й? Это 165-й был. Это очень смешно. Я, кстати говоря, не помню, какой это был автобус. Так что, так, вот. Спасибо. Но, знаете, это я сразу вам дополнялку дам. Это наши бабушки вообще очень остроумны. Бабулька зашла в маршрутку, мне тоже рассказали. И у нее что-то выпало из сумки. Она говорит, и водитель маршрутки говорит, бабусь, извини, что упало, то мое. Она ему говорит, ты, главное, милый, едь тихонько, а то я сейчас упаду, вся твоя буду. А вообще, вот точно такая история. Я был свидетелем, вот которую рассказал Алексей. Я был свидетелем точно такой же истории. Я еще студент. Я живу на станции Яуза. И мне надо с Ярославского вокзала на электричке отправляться оттуда, на Яуза. И вот после занятий, вечер, электричка отходит. Я бегу, и передо мной бежит мужик с этими, с чемоданами. И догоняет, и мы не успеваем, электричка отходит. И мы так останавливаемся, а электричка медленно, закрылась дверь, медленно отходит. Окошки разбиты в этом, в тамбуре. И в окошко курит здоровый мужик, как гротмачо, такой, такой чинарик. И, кстати, я такой, вот, и этот, который передо мной бежал с чемоданами, остановился и кричит в окошко этому, который курит, кричит. Это Дамонина электричка! А тот в него так, чинариком, бздынь! И говорит, тебе какая хрен разница теперь? Да, давайте прервемся на некоторое время, чтобы вернуться в студию через пару минут. Очень большое количество сообщений приходит от наших слушателей, которые пишут, что сегодня у нас особенно добрая программа получается. Михаил Николаевич. Да. Вот, я хочу продолжить ее совершенно замечательной новостью. Федеральная миграционная служба заявила, что амнистии для мигрантов-нелегалов в России не будет. Ура! Ну, это шутка. На самом деле, следующая новость пришла к нам. Интерфакс сообщает, что в Федеральной миграционной службе Россия не видит необходимости в объявлении в России амнистии для нелегальных иммигрантов. Такой необходимости нет. Предложение объявить эту амнистию источник ФМС назвал попыткой вскочить в последний вагон уходящего поезда. Ну, видимо, на Монина. А, она вот туда. Какая тебе разница? Почему я поднял это сообщение? Да. Потому что я хочу представить вашему вниманию сейчас замечательную песню. Мы этого автора уже помним, любим и знаем. Его зовут Талибжан Курбанханов. И тогда его появление в феврале, в начале марта было оправдано, как нам казалось. Потому что накануне были президентские выборы. Не накануне, точнее, а впереди были президентские выборы. И было понятно, почему он спел песню «ВВП спас страну». Сейчас новый шедевр от этого автора Талибжан Курбанханов. Я сейчас его предлагаю послушать. И вновь он обращается к вечной теме, к восславлению Владимира Владимировича. Давайте послушаем. В каждом из нас в душе живет герой Быть на него похожим хочется порой Когда был мальчишкой, увидел его впервые С тех пор хочу на него похожим быть сильней Спасибо тебе, Боже, за Владимира За моего героя и кумира Я подниму бокал за здоровье Чтоб у него сбылись все желания Спасибо тебе, Боже, за Владимира За моего героя и кумира Ведь я не один на свете такой Все больше на кто согласен со мной Спасибо тебе, Боже Мне непонятно, почему Федеральная миграционная служба заявила, что амнистии для мигрантов-нелегалов не будет. Михаил Николаевич, посмотрите. Вы знаете, я немел сейчас. Когда я услышал «Спасибо тебе, Боже, за Владимира», я правда, у меня столбняк внутреннего мира. Это же надо такое И еще таким голосом Это же блеющим голосом вот этим Спасибо тебе Я даже не, это же оскорбление Я не знаю, я заикаться начал Ну, тогда уж давайте иконы давайте выпускать Святой Владимир Владимирович Мироточить должна икона Он слеза вождя, это все Но невероятно Да, ему надо гражданство просто дать после этого Спасибо тебе, Боже, за Владимира Я, смотрите, я цитирую, я не верю своим ушам, что я сегодня это слышал Ну, тогда Я вообще когда-то шутил, что надо везде Ленин поменять на Путин Вот для таких, как автор этой песни Например, стихи должны называться «Путин и печник» Там, допустим Там говоришь «Путин», подразумеваешь партию Говоришь «Партия», подразумеваешь Путин Везде ложится Кроме одного Ленинизм это как-то А путинизм Как-то двусмысленно звучит это все Слушайте, ведь люди вот это делают все, да? Ой, молодец, молодец Надо ему премию от нас дать какую-нибудь Обязательно за эту песню Спасибо тебе, Боже, за Владимира О чем тут еще сказать? Кардиохирург Шевченко потребовал от патриарха Кирилла 13 стульев 13 стульев? Такое сообщение, да, агентство «Росбалт» распространило Представители известного кардиохирурга Сейчас будет понятно, о чем речь Юрия Шевченко подали в Замосковецкий суд Повторный иск о незаконном обогащении к патриарху Кириллу В новом документе указывается, что Шевченко, а именно тот человек, который, помните, запылил Ну, конечно, помню Я знаю, я понимаю, это там, ну, соседство, короче Так вот, да, Шевченко это сосед патриарха, который по решению суда должен был выплатить и выплатил 19,7 миллиона рублей Обратился в суд теперь Дело в том, что по российскому законодательству, отмечают юристы, все пришедшие в негодность предметы должны быть переданы ответчику, то есть Шевченко, тому, который уже оплатил их ремонт Представители врача требуют передать им, внимание, 13 стульев, 2 дивана, кресла и 3 ковра И все до пылинки, которые, ой, слушайте, ну, а там все, да, у вас? Ну, я могу лишь сказать, что очень запутанная история Вроде бы и Шевченко там не живет, и вроде бы патриарх Кирилл не живет в этой квартире, но по-прежнему продолжается Но они судятся, потому что делать им больше нечего В одной из передач патриарх на вопрос, не стоит ли просить Шевченко, ответил, что это было бы некорректно Простить? Да, но еще... Простить некорректно? Ну, невероятно Ну, как христианин такое может говорить? Может быть, это вырвано из контекста Иисус учил прощать Вообще, должен сказать, кто такой христианин для меня? Это человек, который следует учению Иисуса Иисус был скромнее, чем многие сегодняшние наши церковнослужители Когда я вижу священника Ну, не хочу даже говорить слово священник Потому что священник – это слово святой Но когда выходит именно поп, одетый, разодетый И у него наверху, на голове, в головном уборе Огромная, как звезда от Зворовского И он, когда пускает зайчики в паству от этой звездой Ну, как... Спецэффекты Хорошо, что Иисус не видит этого Ну, что же это такое? А где прощать уметь? Искусство было скромнее Мне трудно представить себе Сына Божьего Подавшего в суд на понте Пилата Или на кого-то из фарисеев Ну, что же это так? Такое... Теряется же уважение к церкви Многие люди не различают Что церковь и вера – это разница Вера в Бога на любви А вера к церкви – на страхе И я считаю, что... Ну, это... Я бы не судился Вы знаете, мне Филатов сказал Не судись никогда в жизни У него есть чудные стихи, у Лёни Филатов Не важно, что в жизни есть ещё обиды Не важно то, что ссора вышла из-за дам А важно то, что в мире есть ещё мужчины Не важно то, что в мире есть ещё причины Не важно то, что ссора вышла из-за дам А важно то, что в мире есть ещё мужчины Которым совестно таскаться по судам И я всегда... У меня несколько раз была такая ситуация Что можно было подать в суд Я никогда не подавал в суд Я, наверное, нехорошо делаю, что про себя говорю Но если я это делал, то многие тоже делали Но неужели церковь не может обойтись без суда? Я думаю, сегодняшняя неправедность церкви В том, что она срослась с государством Церковь должна заботиться о душе человеческой Не о нефти, не о газе, не о законах Не потакать государству, а жить совершенно отдельной жизнью Самое честное паство Искренне верящая Бога была в советское время Потому что это не было вопросом моды и карьеры Сегодня церковь становится модой Ну что же это такое? Ребят, друзья мои, вера в Бога не может быть модой На сегодняшний день Нет дизайнеров веры Не может ни один дизайнер западный разработать, как надо верить А это происходит Смотрите, сегодня до того дошли, что вот эти новые технологии Пасху отмечали по скайпу Знаете, сколько веб-камер яйцами разбито было? Когда чокались Скоро, да, будут веб-камеры А все эти мойки платные у церквей сделаны Под крышей наших церквей Ну что же это? Это же безбожие Уберите торговцев из храма Кто говорил? Иисус говорил И представляете, в одной церкви Я сейчас проехал по России, возвращаясь к этой теме Очень много построено новых церквей Красивых церквей Вся Россия в церквах Видно, что люди хотят, многие за свой счет построить церковь Таким образом искупить грехи И обустроить потустороннюю загробную жизнь Ребят, нам сегодня нужны чистые вода в водопроводах Нам нужно убрать мусор Церквей у нас сегодня достаточно Для... если они нам для души предназначены Ну когда в одной церкви я прочитал Готовы, как говорит Задорнов? Мне поплохело В одной церкви написано Свечи, купленные в других храмах В нашем храме не горят На этой грустной ноте перейдем к какой-нибудь другой ноте Да? И эта нота звучит в аккорде рекламы Пятница вечер и традиционно в эфире программа Неформат с Михаилом Задорновым Мы продолжаем подводить итоги недели И принимаем ваши звонки по телефону 0731 Ольга звонит нам из Тулы Здравствуйте Здравствуйте, Ольга Здравствуйте Добрый день Добрый Михаил Николаевич, я хотела бы вам такой вопрос задать Я сама врач И вот у меня такой вопрос Как вы относитесь к сегодняшнему агрессивному телевидению у нас в России? Я не буду перечислять каналы Но вы, наверное, понимаете, о чем я говорю Я имею в виду то, что показывают убийства То, что показывают какие-то неприятные вещи, связанные с какими-то, ну, понятно, в общем Да, я отвечу сейчас Я отвечу сейчас Я отвечу Я много раз на эту тему высказывался и говорил в своих концертах Ну, вы знаете, что самое гениальное изобретение телевидения – выключатель И я очень редко смотрю Действительно, вот знаете, иногда придешь делать нечего дома, и я все равно не включаю телевизор Потому что я не хочу, чтобы у меня портилось настроение Первое – телевидение – это испытание Если вы научились пользоваться выключателем, несмотря на телевидение, вы на верном пути Вот так я должен сказать Потому что телевидение сознательно загоняет человека в страх В страхе человек раб власти становится Вопрос у вас бесспорно правильный Когда сегодня говорят об общественном телевидении Казалось бы, идея хорошая Боюсь, что даже ее извратят Потому что нужно создать настоящее независимое телевидение Сказал Медведев И назначил тут же его директора И определил финансирование Причем ответственно Министерство обороны за общественное телевидение Я боюсь, что это все идея извратится Хотя хотелось бы, чтобы общественное телевидение было без реклам И еще Вот все, к чему ведет наше телевидение Но давайте присоединим интернет тоже В интернете много хороших тропинок, интересных тем Форумов по интересам достаточно умных и образованных людей Но, в общем, все равно агрессия интернета не менее, а может даже и более, чем на телевидении Так вот, я видел недавно фильм Я думаю, что даже молодой человек Максим И ежи с ним сотрудники Юмор-ФМ этот фильм не видели Он не рекламировался Он посвящается новым технологиям Вы можете все его скачать Называется этот фильм «Черное зеркало» Друзья мои, предупреждаю, это серьезная жесть О том, как образование отстает от новых технологий При нашем сегодняшнем образовании нам эти технологии противопоказаны на сегодняшний день Я очень советую всем посмотреть, но предупреждаю Это юмор, но если люди смотрят и не понимают, что это юмор, им может плохо стать Но как издевательство Что такое «Черное зеркало»? Это экраны айпадов, айфонов, это экраны телевидения И то, как мы попали в ненастоящую жизнь Замечательный фильм Он совершенно по-новому снят Он снят в современных технологиях и в современных биоритмах Английский фильм с английским юмором Посмотрите, это будет лучший ответ мой вам Но он в оригинале идет? «Черное зеркало», мини-сериал Там каждая серия не пугается 3-4 минуты Интернетовский шаг такой временной Никто его не знает, его боятся даже рекламировать О том, как хозяином становимся не мы Там очень интересная, например, новелла про то, как у людей чипы врезаны Как они могут воспроизвести свое будущее с любого момента И как человек вдруг понимает, что у него произошло И вырезает чип, чтобы никогда не вспоминать свое прошлое, извините, я перепутал слово Прошлое с будущим И трогательное, и очень современное мышление у этого фильма Ну, что-то, что у нас еще? Ой, а, Максим, простите А заканчивая тему, связанную с церковью Я вам хочу сказать, что вот эта спайка церковь-государства Оно, конечно, очень неверное И мало кто знает, что большинство единороссов Приветствуя в этом году друг друга на Пасху Христос воскрес, воистину воскрес Вкладывали не религиозный, а политический смысл Имея в виду, видимо, инаугурацию будущее Вы знаете, тут прошла довольно интересная мысль Которую высказал Партерей Чаплин Так вот, Лен Тару сообщает, что глава Синоидального отдела Московского патриархата По взаимоотношениям церкви и общества Партерей и Всеволод Чаплин Заявил, что в России есть только три региональные партии Прошу прощения, три реальные партии Православные, мусульмане и неверующие Он утверждает, что политические партии Все более относительно отражают интересы граждан Поэтому будущее российской политики По мнению Партерей Останется за партиями религиозных групп Это осращение церкви и государства То есть сейчас, в принципе, церковь Если интерпретировать слегка слова господина Чаплина Она даже примеряет на себя уже такую одежду Политической партии Партии, а потом банки будут А потом пирамиды Причем церковная пирамида Будет вести на самый верх Между прочим Нет, ну это, представляете, до чего доходит И он ведь искренне это говорит Ему действительно кажется, что это так должно быть Собираются вот эти люди Отлучают кого-то от церкви Голосуют при том, что сами люди Которые живут Как я бы так сформулировал Вера в Бога Это вера в заповеди А не в богатство Ну как? Всем священникам и полицейским Надо похудеть для начала Я не могу доверять попу Который объедается Кто объедается? Кому всегда мало Он жрет, 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 ест Ему мало золота, ему мало денег Ему мало красивой одежды Он ест, ест, ест Если ты объедаешься Ты живешь Недуховной жизнью Похудейте сначала Чтобы мы вас поверили Снимите золото Скажите, нам надо прибраться На природе в России Церковь обязана сегодня Поднять разговор об образовании В государстве Вот что их божество Вот что такое божественное дело А если вы занимаетесь накоплением И платной моки открываете И торговлю Если вы торгуете сигаретами Друзья мои Это не вера в Бог Михаил Николаевич Ну простить можно все Кроме отлучения Филиппа Бедросовича Конечно, это нет Он теперь не Бедросович Он же вступил в единороссов Он Ядросович Он Филипп Ядросович А Бедросович Потому что он через бедро бабу бросил Он Бедросович У нас есть еще один звонок Из Нижегородской области Нам звонит абонент И здравствуйте К сожалению, не вижу ваше имение Здравствуйте 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 Вот я с Михаилом Николаевичем Хочу бы поговорить Рассказать вам такую историю Которая у меня в церкви была Да Происходила Значит, мы с приятелем пришли Как-то раз в церковь У нас не ладились дела И мы подошли к женщине К одной там Свечкой торговать Ну вот И говорим Вроде бы К кому К какой иконе нам Обратиться Как помолиться Она нам все вроде объяснила Что сказала Тут свечки нам продала Мы подошли К иконе Значит, перекрестились Помолились как могли И приятель Значит, пошел вперед А я чуть сзади иду И вот приятель Меня опешил Стоит и говорит Вроде Я, говорит, ничего не понял Я подхожу Говорю, что случилось Она говорит Ну, вроде, ребята Вроде это Вот Господь вам поможет Вы 10% в церковь пришлите Я говорю А за что? Ну, вот Ну, вроде, говорит Вам же Господь поможет Я говорю Вы что, обалдевшие Говорю Крыша, Миша, берет И я говорю Ребята Говорят За именем Христа Говорят Что тут Крышеванием занимаетесь Но, думаю, вышли Короче Больше в этой церкви не были Хотя Я могу назвать И церковь И где это Не надо Это не имеет значения Главное явление Но вы очень хорошую фразу сказали Мы больше в этой церкви не были Вы заметили Вы сказали В этой Это значит Есть другие И действительно есть В Болдине Есть церковь Где батюшка Так заботится О своем приходе Что Вот, например Я Измайлов Там Многие Друзья Мои коллеги Помогают Деньгами Чтоб крышу Покрыть А он не занимается Торговлей Ему надо помогать А я был в Томске Недавно В одной церкви Эта церковь Поставлена на месте Захоронения Очень интересного Одного монаха Ну монах Не наше слово Скажем так Отшельника Звали его Федор Кузьмич По легенде Это царь Александр I Который не умер В Таганроге А в 25 году Ушел В народ И стал Отшельником И он жил Последние годы В Томске Ну Интересная Действительно Версия Я как-то у Собчака Спросил Есть ли кто-то В саркофаге В Петропавловской крепости На котором написан Александр I И Собчак Недолго думая Мне ответил Там никого нет То есть действительно Гроб пустой Поэтому легенда Не на пустом месте Родилась И когда я был В этом приходе В этой церкви На месте Федора Кузьмича А Федора Кузьмича Любили за то Что он был Удивительно Прозвещенным Рассказывал Какие-то невероятные Истории О войне с Наполеоном Был очень похож На Александра I Действительно И он воспитывал Сирот детей Вот кстати Чем церковь Могла бы поучиться У него заниматься И знаете Максим Я ему Я этой женщине Которая в церкви Я у нее спрашиваю Она меня не узнает И я имею право С ней поговорить Поэтому Я ее спрашиваю А вы верите Что вот Федор Кузьмич Был Александром I Она говорит Милый Какая разница Был он Александр I Нет Главное Что он Сироток воспитывал Вот Мой ответ Да Ну Что сказать Я помню Вы говорили Может быть Это патриарху историю Нашу прислать Я думаю Что он ее слышит И уж наверняка Есть люди Которые донесут И наши разговоры И то Все золото церковь Хорошо бы было Что продала И заботилась О сиротах Об образовании О культуре И о душе человеческой Михаил Николаевич Ну еще Две минуты на то О чем вы говорили Мне перед программой Что и Александр Пушкин Не убер Ой Александр Пу Ну это гениально У нас такие мистификаторы Гениально появились Таких даже на западе нет У нас если что делают То гениально И вот у нас появились люди Которые действительно Раскручивают историю Что Пушкин на черной речке Не был убит Первое Что 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 говорит в их Якобы В пользу этой теории Что На похоронах у Пушкина Было 4 человека Они никто потом не рассказывал Якобы Я не знаю Да или нет Мне они не рассказывали О похоронах Пушкина Но якобы никаких слов Об этом нет Все молчали Более того Что история У Дюма У Александра Дюма Нет вроде как биографии Тоже не знаю Не интересовался Юностью Дюма Но В общем Гипотеза такая Пушкин не был убит Только ранен Выжил И Николай Первый Предложил ему Стать Разведчиком во Франции Я угры Вот наши способные Ребята И Пушкин поехал Во Францию Где под псевдонимом Александр Дюма Написал Три мушкетеры И все остальное И сравнивая стиль Дюма И Пушкина Пришли к выводу Что это такой же Летердон Как у У меня даже язык Не понравилось Как у Капитанской дочки Как в Капитанской дочке Я не знаю Французский Не могу сравнить Ничего не знаю И еще У Дюма Есть такое Такое произведение Учитель фехтования Там о России Столько подробностей Которые Такие подробности Не мог знать Француз Но самые последние Мне показали Портрет Дюма И портрет Пушкина Действительно похожи Друг на друга Ну конечно Все это Чушня полная Но все равно Забавно Что у наших Пытливый мозг Находит Черти какие варианты Но только Не полезны Вот все Не на пользу родине На что угодно Но только Не державе Впрок О мистификациях Мы поговорим Буквально через пару минут Друзья Не отключайтесь Продолжается программа Неформат В эфире Юмор ФМ Немного времени У нас осталось Для того Чтобы подвести итоги Этой короткой Можно даже сказать Праздничной недели И продолжая Тему мистификаций Которую мы начали Буквально несколько минут назад Я хотел бы Зачитать Некое сообщение Из газеты Комсомольская правда Да На днях В блоге Итальянской Журналистки Антонеллы Колонна Велази Появилась статья В которой утверждается Что Мерлин Монро Была Советской шпионкой Эта белокурая красавица По сообщению Антонеллы Крутила роман С советским разведчиком Работавшим под дипломатическим Прикрытием В представительстве СССР При ООН У актрисы Даже имелось Кодовое имя Маша Классно Представители Двух враждующих лагерей Встретились случайно На приеме в советском посольстве По случаю визита Никиты Хрущева В США И скоро их дружба Переросла в нечто большее Итак Мерлин Монро Русская шпионка Маша Маша На самом деле Мурка Но Это ей посвящена песня Здравствуй, моя Мурка А знаете Я не знаю Мистификация это или нет Потому что я об этой О такой истории впервые слышу В принципе Это все вполне возможно Вот почему Ведь есть другая история И она не просто доказана Она известна Известна и ЦРУ И КГБ И в общем-то Многим образованным людям У Эйнштейна Была любимая женщина Звали ее Извините Маргарита И была она Нашей НКВДшницей И она была женой Коненкова Коненкова Советское правительство Заслало в Америку Чтобы он Смог Подружиться Будучи с мировым именем Скульптора С Рузвельтом И вылепил его Его Биус там скажем Но Жена Рузвельта Очень быстро Разгадала намерения Советов И дружить Они отказались Но в это время На одной тусне Вот так Как сегодня Патри Увидели Эйнштейна И Эйнштейну понравилась Жена Коненкова А жена Маргарита Была Воспитанницей НКВД И что И что Произошло У них все получилось Более того Непонятно Совершенно Но вскоре Жена Эйнштейна Умирает И Эйнштейн Уводит От Коненкова Маргариту Они живут В горах Причем Эйнштейн Оказался Романтиком Он Ей Дарит Там Не дарит Они ездят Там По кафе Каким-то По горным Таким селениям Пьют козье молоко Он ее подсадил На козье молоко Она жила у нее Несколько лет В конце войны Приходит приказ Вернуться домой Коненков и Маргарита Возвращаются домой Коненкову дают Великолепную квартиру На улицу Горького Ныне Тверская И они еще долго живут Перед смертью Эйнштейн Посылает Маргарите И доходит Пакетик козьего молока Чудесная история Да Говорят Что все-таки Он какие-то сведения Передал Потому что Ротшильдовские Рокфейлеровские Корпорации Предлагали Эйнштейну Уже тогда шел Разговор об Организации Израиля И Как вы знаете Если бы не Сталин Израиль Так быстро Не возникло бы Это государство Именно он тогда дал Последнее добро Нужно Чтобы это Государство Существовало И первым Президентом Израиля Хотели сделать Эйнштейна Он отказался Он отказался Сказал Я ученый Я этим заниматься Не буду Но видимо Он понимал Что Америке И англосаксам Нужен противовес Какой-то И что Сдержать от войны Смогут только Советы И какие-то секреты Есть такая версия Все-таки Были переданы Дабы Ну действительно После войны Быстро Кое-что развилось У нас в стране Именно на основе Квантовой физики Ну Домыслы Гипотезы Но то что Маргарита была С Эйнштейном Жила Ездила по горам Пила козье молоко И что он был в нее влюблен Это факт Ну Это имеет право на жизнь Однозначно И Значит и наша Мурка Мурло Мурло Монро Имеет право На всякого рода Домыслы Более известная Как Маша Мурло Мерлин Монро Да Так вот Вот оказывается Причина Да Ее Суицида Наш пацан Реальный Да Бросил Михаил Николаевич У нас остается Совсем немного времени До завершения программы Я предлагаю сейчас Подвести итоги Нашего традиционного Конкурса На самые Забавные Интересные Сообщения Которые вы возможно Видели в газетах Название кафе Ресторанов И так далее Различного рода Идиотизмы Назовем их так Я предлагаю Начать с пятого места И двигаться наверх А у вас какое пятое место? Что? В Крывму В прошлом году Видели рекламу джинсов Надпись на рекламном плакате На тени Америку Ой Придется спорить Это из моего выступления Да Да Это мне присылали Очень много Прям фотографий этих Я об этом говорил В концерте Хотя может быть Человек и не из моего концерта взял Может он сам видел Ну в интернете наверное уже Давайте знаете что Давайте это перенесем На шестое место Хорошо А на пятое Нет пятое Все Пятое Да У меня нет шестого Хорошо Пятое и шестое место Разделило Разделило Да Четвертое место Четвертое место У нас в городе есть магазин бижутерии Называется Цацкий шоп Вот классно Цацкий шоп Это как магазин мужского белья Назывался Трусильвания хаус Им надо взяться за руки И вместе торговать Так Хорошо Четвертое место Третье место Таможня Город Вязьма Табличка на заборе Площадка для стоянки Живых животных Живых животных Это реально Не для мертвых стоянка Это как многие в попсе Наши попсовики Поздравляя банальными словами Говорят Человеческого счастья Потому что есть же не человеческое Так Второе место В одной из поликлиник Подмосковья Мы об этом уже говорили сегодня Но пройти мимо не можем В туалете на бачке написано Для слива воды Кнопку надо нажимать А не вытаскивать И вытаскивать навсегда Причем Да Согласен Второе место И наконец первое место То что искренне нас порадовало Объявление на стене военкомата Порча Чума Баба Валя И телефон Ой эти все объявления Вот этих наших колдунов Ведьмаков Они замечательны Сниму порчу Экстрасенс С седьмым коленом Она родилась реально В Чернобыле А вот мне прислали еще сообщение Это поощрение Это виртуальный поцелуй От нас с вами Максим Ресторан В гостях у Тарзана Называется Это Королева открылась Я просто К стыду своему Не знал что из вашего концерта На тени Америку Поэтому Михаил Николаевич Я знаю что у меня вероятно Есть шанс Попасть на ваш концерт И он состоится Совсем скоро Это вообще название Моего концерта На бузе Да У меня Концерт Да Ну Я Вообще не любитель Зазывать на свой концерт Но у меня действительно Проблема Только с одним помещением Это на Арбате Чудесный концертный зал Слободкино называется Мне он очень нравится Мне он очень нравится Он великолепно сделан Я повторяю еще раз Это в эфире Но Его не знают почти Потому что он не занимается Вот таким Преподнесением себя Как вы сегодня сказали Промоушеном Я не знаю что это такое Но слово подходит Там например нет Реклам никаких Там этих окон нет В которых афиши Поэтому я все таки Хочу Хочу Вот Объявить что У меня будет концерт В этом чудном зале И Там собираются как правило Люди музыкально образованы Потому что он предназначен Для Зрителей Любящих музыку Но Как один сказал человек Музыкально образован Сказал Твоя выступление Это Мелодия джаза Сегодняшнего Если ее записать И перевести в музыку То это будет джаз Ну и я хочу конечно призвать Посмотреть Фильм Матч Безрукова Это трогатель С Иглобезруковым Извините С Безруковым в главной роли Это трогательный Замечательный фильм Причем Сергей действительно Тренировался Как вратарь И действительно Научился брать мячи Он спортивный Молодой человек Вот я По-моему Уже он пошел В кинотеатрах Этот фильм Матч Да и Можно посетить его И прийти в центр А потом сразу В центр Слободкина Ко мне Или наоборот 12 мая Да насколько я понимаю Нет 28 или 27 Как-то там В конце мая Отмается уже Чтобы до конца Друзья Наша программа Подошла к концу Я благодарю вас всех За то что вы были Сегодня вместе с нами В эти майские праздники Знаю что многие Уехали из Москвы Но нас слушает Огромная аудитория Мы получаем от вас Огромный И очень положительный Отклик Спасибо вам за это большое Я уверен что вскоре Несмотря на инаугурацию Мы с вами встретимся Вновь Инаугурация Гуру выберем И снова с вами встретимся И поговорим об этом Да Всего вам доброго 8870 Пишите ваши отзывы И до встречи Через неделю Всего доброго Неформат На юмор ФМ